Иоанн 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 И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над голубой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти и сказал «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал «Очень огорчился даже до смерти». Тогда сказал Господь «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь пропала?» Мне ли не пожалеть Неневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Святой Ефрем Сирин На слова пророчества Ионы «Встань, иди в Неневею, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Ион и пошел в Неневею по слову Господню. Вот проповедует Иона в Неневее, иудей среди беззаконников. С грозную проповедью вошел он в град, в смятение привел его страшными своими вещаниями, в смущении языческий город от проповедника еврея, как море взволновался от Ионы, исшедшего из моря, и обуревается, как волны на море. Вступил Иона в море и взволновал его. Вышел на сушу и привел ее в смятение. Сколебалось море, когда он бежал. Потрясалась суша, когда стал проповедовать. Море успокоило молитва. Сушу — покаяние. Молился Иона в Великом Ките. Молились Неневитяне в Великом Граде. Молитва спасла Иону. Молитва же спасла и Неневитян. Бежал Иона от Бога. Неневитяне удалились от чистоты. И Иону, и Неневитян связало правосудие, как виновных. Иона, и Неневитяне принесли пред ним покаяние и были избавлены. Покаяние сохранило Иону в море, и Неневитян на суше. Сам на себе узнал Иона, что кающиеся будут помилованы. На нем самом благость показала ему примеры милосердия своего к грешникам. Показала, что как он избавлен ею из моря, так избавит она и во грехах погрязший город. Как море взволновалось Неневея от Ионы, исшедшего из моря. Отверз уста своей праведной Иона, услышала Неневея и смутилась. Целый город привел в смятение один еврейский проповедник. Словом стали полны уста его, и возвестил слушателям. Горе в удел им назначил смерть. Убогий проповедник явился в граде Исполинов, и голос его растерзал сердце царей, обрушил на них весь город. Одним словом, отнял всякую надежду и злил чашу гнева. Услышали царей и смутились, сложили с себя венцы и уничижились. Услышали знатные и пришли в ужас. Вместо пышных одежд своих облеклись во вредище. Услышали почтенные старцы, и главы свои посыпали пеплом. Услышали богатые, и сокровищницы свои отверзли для бедных. Услышали взаимодавцы, и разодрав рукописание, стали расточать милостыни. Услышали должники, и чтобы не остаться должными, отдали долг свой, а давшие взаём, простили долги. Всякий, как должно, заботился о своём спасении. Нет человека, который бы замыслил другому обиду. Все в благочестивом подвиге стараются приобрести душу свою. Услышали иону Тати, и оставили даже то, что им принадлежало. Всякий осуждает сам себя и милосерд к ближнему своему. Никто не осуждает ближнего своего, а всякий судит сам себя. Всякий обвиняет сам себя, потому что всех признаёт виновными Божий гнев. Услышали убийцы, и признались, что теперь не судьи им страшны. Услышали судьи, и прекратили суд свой. Гнев Божий заставил умолкнуть суды их. Не хотят уже осуждать правое, чтобы не быть осуждёнными праведно. Всякий сеет щедроты, чтобы пожать от них спасение. Услышали иону грешники, и каждый исповедался во грехах своих. Услышал иону град непотребный, и тотчас завлёкся своих. Мерзостей. Услышали его господа и возвестили свободу подвластным. Благоговейно выслушали его рабы и усугубили уважение господам своим. По глазу ионы знатные жёны смирились во вретищах. Истинно было покаяние, и горделивые облеклись смирением. А наше покаяние в сравнении с этим представляется мне не более как сном. Наша молитва в сравнении с молитвой и неневитян кажется мне не более как тенью. Наше смирение не более как слабое подобие их смирения. Немногие у нас оставили беззакония свои и всей пост. Неневитяне подавали милостыни, а мы, о, если бы хотя перестали делать обиды. Неневитяне давали рабам свободу, а мы, о, если бы стали милостивыми и к свободным. Когда Иона послан был в беззаконный град, правда признала нужным послать его страшным для города словом, дала ему грозное определение. Страшный врач и с жестокими врачествами послан был в болезнующий город. Ион открыл и показал страшные и сильные свои врачества. Не для того благость послала пророка, чтобы погубить город. Но проповедник не сказал жителям города, чтобы приносили они покаяние. Сие давало разуметь, что всякий больной сам должен заботиться о своем уврачевании. Заключил он пред ними дверь покаяния, чтобы видно было, с каким усердием будут ударять в нее. Грозное определение возвестил Неневитяном Иона. И они согласились и признали сие определение справедливым, чтобы показать, сколько сильно покаяния к умилостивлению Бога и сколько сокрушения нужно кающемуся, чтобы неотступностью своей получить милость. Причина болезни — грех, собственная воля, а не какая-либо необходимость. Страшное слово, грозное как меч, приводило в ужас, чтобы страх и самого упорного уврачевал от греховной болезни. Меч показан больному врачом, пришедшим уврачевать. Град увидел сей меч и пришел в трепет. Как исполнитель казни стал врач пред больными, и они, устрашенные, восстали и поспешили к покаянию. Слово Ионы, как меч отсекло давние недуги. Жезлом врачевал он, и врачевство сие стало лучше всяких других врачевств. Другой врач льстит больному и исцеляет. Иона проповедует и врачует с жестоким обличением. Приходит мудрый врач сей и посещением своим больных своих приводит в страх. Больной оставляет ложе свое, потому что видит жезл гнева. Здоровыми делаются недугующие и плотской похотью. Каждый воздерживается от плотского возделения и сам для себя становится врачом. Прекратились пиршества у царей и вечери у князей. Когда и младенцы томятся и не вкушают млека, кто будет учреждать пиршество? Когда и рабочему скоту не дают воды, кто станет пить вино? Когда царь облегся во вретишче, кто будет обликаться в пышные одежды? Когда блудницы стали целомудренными, кто не воздержится от супружеского лоза? Когда невоздержанные исполнены ужаса, кто подумает о смехе? Когда веселые плачут, кто будет утешаться шутками? Когда тати начали хранить правду, кто нанесет обиду ближнему своему? Когда целый город в волнении, кто позаботится о своем доме? Брошено золото, и никто не крадет. Отверсты сокровищницы, и нет похищающего. И неразумные смежают очи свои, чтобы не смотреть на женщин. И женщины отложили украшения свои, чтобы не соблазнять тех, которые смотрят на них. Понятно им стало, что от всего обоюдный вред, и если другие соблазнятся ими, то и им самим не будет спасения. И не воспрепятствовали покаянию жителей прекрасные жены. Они узнали, что ради их сетуют кающиеся. Так друг друга врачевали, и друг от друга врачевались покаянием. Никто не вводил в грех ближнего своего. Всякий старался избавиться от собственной своей неправды. Всякий располагал ближнего к молитвам и прошениям. Весь город стал одним телом. Весь всецело охранял себя. Всякий и ближнего учил не грешить против другого. Но как свой член старался и его сделать праведным. Никто не молился там о своем только спасении. Но все, как члены одного тела, молились друг от други. Весь город, как одно тело, готовился к погибели. Непорочные не могли надеяться, что останутся в живых без грешников, потому что и добрые, и злые были связаны между собою как члены. Праведные молились о грешниках, чтобы спасены были грешники. Грешники молились о праведниках, чтобы услышаны были праведники. Непорочные молились, чтобы спаслись порочные. Порочные молились, чтобы принята была молитва праведных. А наше покаяние, как сказал я, в сравнении с покаянием ни невитян, не более как тень. Истинно кающийся, всегда в страхе и во время тишины, когда полон упования, непрестанно памятует о наказании. Раб, которого господин наказывает ежедневно, не забывает ударов его. А кто забывает наказание, как скоро минуется гнев, тот в начале гнева кается, а по окончании делается мятежным, питаясь надеждою, что более не постигнет его беда, и успокаивая себя тем, что Всевышний не будет более отпщать ему за неправды его. Ни невитяне же сначала до конца от всего сердца приносили покаяние. Весь город ежедневно был в трепете и словословил Бога. Весь город уподоблялся обуреваемому кораблю и благословлял Господа. И разумные, и неразумные, и люди, и животные словословили его. И они в радости сердца вместо вретищ уготовили себе святые ризы. Благословен тот, кто любит праведников, и в Ассирии умножил кающихся. Субтитры создавал DimaTorzok